Так, про встречный бой сказал. Как у вас летит в противника, как минимум с оглушением. Я всегда перелет-недолет уже надоел. Ну вот, Кинг, только что ты видел, у меня почти то же самое, что у тебя было. Так, давайте 2-61 пойдем еще раз. Что-то десятки так как-то не очень радуют. Немец радовал. Это первый раз за сколько времени, чтобы на немцы было отлично. А здесь полная ерунда. Евгений, всем шалом, здорово. Костец, все СУ-130 хвалят. А я себе не стал покупать, а товарищу задарил. Пойдет. Кинг открыл для себя СУ-130. Так это ты не забыл? Я не знаю, СУ-130 уже нерпанули или только обещают. Там с ним тоже есть своя проблема. Ребята, кто забыл, кто не подумал. Там если есть желание, лайки проставьте, лишним не будет, ребят. Как-то так. Как в песне, может кто помнит, там было дай на маленькую, дай на беленькую. На большую не прошу, дай на маленькую. Помните, была такая песня? Так и здесь. Лайк проставьте, большего не просим. Давай Т-92. Слушай, Т-92, не помню, но по-моему тоже не худший вариант сегодня был. Миша Гладилин. Сейчас на арте отметки брать говно. Арту зарезали до неприличия. Ну, слушай, зарезать ее зарезали, но отметки брать можно. Единственное, вот у нас, я смотрю, идиот какой-то на ЛТ ушел на гору. ЛТ ушел на гору. А у них ЛТ еще и с вафлей во взводе. Короче, не будет нам счастья. Друзья, товарищи, ждет нас неминуемая погибель. Как у них еще ЛТ подсветился, непонятно. 50Б. Честно говоря, даже не знаю, как лучше. Уходить направо тоже сильно рано. Честно говоря, даже нашего ЛТ-вода поощрять не хочется за такие его расклады. А так получается, вроде по его засвету бьем, уря-уря. Если он там подсветится, а он уже подсветился, судя по тому, что по нему урон пришел. У них ЛТ сейчас просто попрет по нашей аллее. И будут вырезать, как баранов. Ладно. Впереди паровоза не будем его сильно ругать. Но выглядит все не очень. Смотри, 261 начал попадать. Сколько у них тут? Трое. Трое, кого мы видим. Короче, поехали направо. Боюсь я тут оставаться. Так, на шо, ЛТ еще кого-то покажешь? Или все? Видите, получается, как бы его тактика тоже неплохая. Приехать, высветить гору, там всех отпенетрировать. Это все хорошо. Но есть нюанс. Если бы у нас была еще хотя бы одна ЛТ, которая там прикрывала была на аллее, а то так. 248. В общем-то и неплохо. В красной линии прижмемся. Слабаки. Залетело. Сарай поломали, они могут бить и так. Так, у меня кента забанили, потому что он буквально каждую катку на шару стрелял и попадал. Играли взвод ПТ и ТТ. Его забанили после того, как он на шару стрвшку забрал. Это, знаешь, как... Это кто-то, видать, пожаловался там на него, жалобу кинул там туда-сюда. Вот. Но с другой стороны, они же должны доказать, что там у него читы или еще что-то. Мазда, здорово. Лайк поставил. Мазда 3ХН-09. Это ж надо, ты придумал, как. У тебя, наверное, Мазда есть. С перелетом? Ну ладно. А, Б, ЛТ первым делом должен нейтрализовать вражеского ЛТ. Ну, конечно. Как говорится, лишить их глаз, а дальше разберемся. Ну, вон такое. Решил по-другому отыграть. Стерву нашли, смотрите. Так, правильно это, неправильно. Поеду я отсюда. Может, надо было остаться на месте там, ну ладно. Может, и надо было, но мы уже здесь. Короче, делаю выстрел, остается 10 снарядов. Тут, знаете что, можно туда не ехать. Есть вариант вот не с горы баловаться, там, где тебя могут подсветить, а можно вообще вот здесь встать. Во-первых, и поближе. Так, пацана загнали в яму. Честно говоря, я не ожидал, что он далеко так пойдет. Я думал, он выйдет, выстрелит. Потом я посмотрю, он продолжает движение. Думаю, ладно, тогда вперед ему дам с упреждением. Он все равно обдурил меня. Что за люди? Где их... Что за школа такая брехунов у них была? Тут, кстати, вот идет кто-то. И, скорее всего, какая-то ПТ-шка, наверное. Вот так. Ой-ой-ой, подарочных, смотрите, сколько, 1700. Ну, 1600. Он еще и вылечился, поняли? Куда тебе лечиться, глянь? Он поехал вперед, не пойми зачем. При счете 6-4, он мог спокойно там стоять и отстреливать по любому поводу. Ну, ладно. Назад, сдай. Ну, это такое попадание, даже я не ожидал. Не в смысле, что попало, а такой урон. Была первая машина, Mazda 626. Хорошая машинка. Старенькая, но хорошая. Я когда-то видел Mazda 929, но 929-ю огромную. Я не знаю, что это за вариант был. Она была просто вот длиннючая, длиннючая. Это еще в 90-х. Старая была, конечно, она. Но прям огромная. Так, 9 секунд. Не, пусть сами разбираются. Такие нежданчики прилетают. У меня 5 снарядов осталось, а у них еще 9,5 тысяч хп. Я думаю... Ой-ой-ой, еще один дядька, я не готов. А никто не готов. Да, его же никто не достанет. Кто там, из седьмой? Три секунды. Не знаю, сколько. Нам, мне кажется, BZ, конечно, важнее убить. Главное, из седьмой, чтобы не умер. Классно. Тут у них корот только нету. Слушайте, кого у них только нету. Пожадничаем немножко. Или нет? Залетело. Так. 7-7 счет. У меня всего три снаряда. Вот за что я не люблю 261-й. Так это за то, что он такой вот быстро слишком тратит свои снаряды. Так, полтинник, 6 секунд. Две секунды летит снаряд. Вот как? Это даже не оглушил. Видите? Расходники. Какие расходники? Лот пустой. Вот это ты имеешь в виду, вот эти лоты. Это же снаряды. Просто у меня всего... Ну, они не в трех вариантах представлены. Они представлены у меня всего в одном варианте. Фугасы с оглушением. Это я просто перепутал. Лови ПТ. Ты всех не переловишь. Ты смотри, бизаж. Что же я ему вообще нисколько не нанес? А что остается делать? Боекомплект пуст. К сожалению, все. Юрий Мурадов с Салютс. Правильно же прочитал фамилию Мурадов, да? Не Мирадов же. Бэшку замучил. Ну, как-то так. Так, в ангаре посмотри, рядом с оборудованием у тебя один лот пустой. Ну, посмотрим. Маловероятно, чтобы у меня там был пустой лот. Ну, может быть. Может быть. Вчера, кстати, я играл там, что-то пока убирал инструкции, случайно убрал этот... Как он называется? Ну, короче, авторемонт. Ни снаряды не пополнялись, нифига. Так, бонус. Тебя тоже банили, когда был на ИСУ-152. Карта была Минск. Я стрелял по нуба кустам и убил две СУ-130. Что за это забанили? Ну, видишь. Снаряды успокойся кидать. Не, я играю по КД стреляю. И, в принципе, ну, был только один там, может быть, не этот самый, необоснованный выстрел. А так, как без этого? 50Б. Зато ГВЕ может кидать без остановки. Ладно. Я все понял, друзья. Но я все равно тут останусь. Знаете, что... Тут остаться надо. Насчет вперед ехать может и нет. А может и да. Это я подсветил, что ли? Походу, да. Ну, давайте, я же вам его подсветил, что называется. Мне плевать. Поехали дальше. Понятно, что я там бабаху никак, вернее, этого флю никак не пересвечу. Зато могу вломиться к ним. Мимо. Мимо. Ну, пацаны, давайте. Где там еще кто на арте? Извини, друг. Только по жопе не стреляй. 10 секунд. Если он врежется, он умрет. Чпоник. Вот такой почти эпичный бой. Надо больше снарядов купить. Так, а что, возить грузовика сзади, брать с собой, что ли? Так, еще раз всем привет. Матрасы, здорово. Я говорил тебе, что Арчил грузинское имя. Ну да, есть такое имя грузинское. Даже мне мастера дали за подвиги такие. Что-то. 3000 настрелял. 3800 по ассисту. Сколько там я убил человек случайно? Двоих. Ну, в принципе, наши могли и не успеть, а могли и успеть. Ну, сделал, что смог. Так, поехали на девятках. Все же попробуем. А, 92-го там кто-то просил. Давайте 92-го выкатим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.